Постоять на остановке городского транспорта под палящим солнцем или дождем для одесситов не проблема. Очевидно, так считают соратники Геннадия Труханова в удобных кабинетах мэрии. И потому старые остановочные комплексы сносят, а новые ставить не спешат. Любимый нашим мэром Суворовский район. За него здесь голосовали чуть ли не все избиратели. Надеялись на лучшее, на те добрые дела, которым можно доверять. Гражданин Труханов обещал твердой поступью везти Одессу в Европу. Где только в европейских городах бывает что-нибудь подобное. Сносят остановки и оставляют на память жителям торчащие из асфальта обрезки стального каркаса. Хочется посидеть старику-пенсионеру в ожидании маршрутки, а негде. Жарит солнце или льет дождь не страшно, народ переживет. Значит плохо. Дождь, ветер, осенью снег. Месяца, наверное, три. И ничего никто не обещает поставить? Нет. Никого не видим, не знаем. Плохо. Плохо. Очень плохо. Даже отдохнуть. А кто это снес, даже не знаю. Нет, они присесть, в тени невозможно. Взяли, сняли и все. Ну вообще лучше, чтобы было, только без магазина. Там магазин был, сигареты продавались. А как можно поставить? Было удобно? А как же, где спрятаться? Это вообще безобразие? Во всяком случае, так не должно быть. Как можно? Где? Солнечный удар получить? Это ужасно просто, если кто-то это сделал специально. Это позор нашим властям. О таких реформаторах, как в нашей мэрии, народ с горькой иронией говорит. Ума, палата. Или более откровенно, без царя в голове. Неужели нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы сделать по-человечески? Снесли старую остановку? Сразу поставьте новую. А если она не готова, зачем сносить? Ясно, как божий день. Нет же, делают, как самим удобно. И таких мест по городу полным-полно. В общем, Одесса преображается. Доверяй делам. Александр Виноградов, Андрей Терещенко, телекомпания КРУГ.